накладные наушники которые имеют стильный дизайн отличные материалы удобную посадку великолепный функционал сенсорное управление наличие м и в технологии с режимом активного шумоподавления и режимом прозрачности а также режимом защиты от ветра и в целом на этом можно перестать перечислять характеристики из рекламы к наушникам под названием сяоми fill canvas pro но как на самом деле дела обстоят у конкретно этой модели я сейчас вам расскажу всем привет вы на канале польза меня зовут саня здесь только быстро обзоры долгие стримы сегодня вопреки всему несмотря ни на что мы с вами будем обозревать наушники фил притом накладные вполне возможно полноразмерные сейчас мы это дело все проверим разумеется и nc плюс это какое-то дополнительное активное шумоподавление не обещают разумеется у нас здесь все по красоте запаковано как любят эти наушники запаковывать почему потому что не такие популярные эти темы с одной стороны с другой стороны это можно сказать признак хорошего тона когда у бренда есть подобные уши мы имеем вот такие вот наушники к сожалению да они накладные они не полноразмерные но это не критично вот так это все дело будет выглядеть у вас на ушах и кабельное хозяйство что самое интересное у нас есть возможность микро юсби я щас расплачусь это зарядка микро юсби фил микро юсби и кабель проводной со при том здесь есть еще с яблоко на android можно переключать ну ничего не плохо только где вы в яблоке видели миниджек хотя да в ноутбуках планшетах некоторых принципе имеет право на жизнь здесь все заклеено наушники вот так у нас складываются и это удобно вот так сожалению не двигаются они но это не критично зато нестандартно правда потому что все топы делают не такие уши 224 грамма все это дело весит инструкция как всегда большая шикарная и интересная со всеми всеми делами и следующий великолепный момент у нас диаметр 63 миллиметра толщина примерно 22 миллиметра и внутри у нас логично что ни у кого таких ушей не будет даже у детей 35 миллиметров вот так все это дело будет на вас выглядеть вот так и нет бегать я бы в этом не стал но я бы точно смотрим 7 обзоров недели выгружая ежемесячно разыгрываю 5 mi band of 6 серии за лайк подписку и комментарии к любому видео не забываем что еще разыгрываю iphone 14 всем кто оставит любой комментарий огромное спасибо вы помогаете проекту от души условия конкурсов которых под конец месяца иногда много и мои контакты в описании в прикрепе 3 моих телеграм-канал один с промокодами на алиэкспрессе скоро распродажа с 1 ноября напоминают до 13 2 это телега взаимопомощи нас там больше 13 тысяч человек и 3 это польза грамм там и мы делимся фото и видео новых смартфонов друг с другом милости прошу заходим смотрим все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме перейдем же к наушникам полетели в рекламе к данной модели обнаружил что есть помимо черной расцветки еще и белые красные но в продаже на али только черные ко всему этому при подключении наушников к смартфону они называются feel canvas про на самих наушников также есть название модели а именно feel diva про и барабанная дробь а при подключении к приложению они подключаются как feel diva 2 про и у меня один вопрос зачем это путаница тип наушников накладные дизайн устройства привлекательный и минималистичный внешняя часть оголовья чашек выполнены из тактильно приятного матового пластика также есть глянцевые вставки которые как по мне только придают стиль внешнему виду наушников сборка меня порадовала ничего не люфтит и не скрипит оголовье неплохое но она слегка жестковато у меня при длительном прослушивании ощущался легкий дискомфорт сила зажимы 4 н при наклонении головы в разные стороны они не слетают но если потрясти головой то они слетят только в пути во время пробежки придется постоянно их поправлять однозначно не для спорта не наушники складываются что удобно так как их можно положить даже в карман куртки но напомню что в комплекте идет небольшой кейс для переноски удобно что он имеет карабин для того чтобы можно было все это дело подвесить к примеру на рюкзак размер оголовья регулируется бесступенчатым механизмом максимум еще на три с половиной сантиметра но плохо что сами чашки никак не поворачиваются вдобавок из-за этого кейс для переноски получается пузатым далее амбушюры качественные мягкие с эффектом памяти амбушюры установлены на подвижные площадки для того чтобы посадка была удобнее посадка данной модели отлично амбушюры не давят и не доставляют дискомфорта на шее носить наушники удобно из-за небольших размеров чашек далее на чашках есть надписи fill и они не сотрутся что радуют и надпись имеют подсветку которую можно отключить в приложении что хорошо маркировка left right во внутренней части оголовья краткая информация лет индикаторы разъем микро юсб для зарядки как по мне это лютейший фейл но что есть то есть велкам как говорится решили они нас удивить разъем миниджек на три с половиной миллиметра за что спасибо по проводу можно использовать микрофон и шумоподавлением на левой чашке кнопок управления нет а на правой чашке находится кнопка bluetooth а для входа в режим сопряжения а также включение выключения наушников вызова голосового ассистента и play паузы далее есть джойстик кнопка что к слову очень даже удобно с его помощью можно переключаться между режимами шумоподавления режимом прозрачности режимом монитора и обычным режимом а вот режим подавления ветра с данного джойстика не включишь также на правой чашке есть сенсорная панель и из скольжения имеется переключение треков и регулировка громкости на скольжение наушники откликаются отлично управление удобно но как по мне слегка запутанные команды сопровождаются системными звуками а также озвучкой на английском языке с женским голосом озвучка качественные приятные ко всему в приложении можно отключить системные звуки что к слову и советую сделать при этом голосовое озвучивание остается летим дальше оснащены наушники 32 миллиметровыми динамическими драйверами сразу обращаем внимание что полноразмерки обычно 40 миллиметровыми идут здесь они чуть-чуть меньше усилителем низких частот плюс запатентованной двухкамерной акустической системы тивили си систем чувствительность 110 децибел сопротивление стандартные 32 ом и частотный диапазон в bluetooth режиме от 15 герц до 22 килогерц здесь вот такое нестандартное решение в проводном режиме прямо аудиофильский от 10 герц до 40 килогерц наушники оснащены технологии м и в которую входит активное шумоподавление режим прозрачности режим монитора режим подавления ветра nc работает в целом неплохо активный шумодав разумеется громкий шум он не в состоянии заглушить а выкручивать громкость на сто процентов я в них не советую режим прозрачности удобный можно прогуливаться на улице с включенной музыкой слышать окружению что делает прогулку более безопасный режим монитора при котором уменьшаются только окружающие звуки а голоса нет но как по мне это просто light версия активного шумоподавления режим шумоподавления ветра отрабатывает хорошо свое назначение он оправдывает хоть и не скажу что топово заряд наушников шторки отображается автоматически подключаются они крайне сопряженному устройству после включения полноценный мультипойнт до двух устройств на борту что круто как и датчиком наружения ухо работают они отлично ко всему их можно подключить в приложении что удобно анимации нет canvas про поддерживают 3d звучание в приложении из три вида такие как театр зал и гостиная до звучание в данном режиме интересное однозначно кому-то понадобится но лично для меня стоковое звучание без 3d технологии куда интереснее и приятнее также производитель заявляет об автономном хранилище в 4 гигабайта для хранения до 1000 композиций в емкость аккумулятор наушников 500 миллиампер часов полный цикл зарядки наушников занимает около полутора часов время автономные работы хорошие на 100 процентах громкости по коду qaptx без включенного активного шумодава они прожили 29 часов разряд неравномерный но в целом результат меня порадовал быстрая зарядка на борту и за пять минут они выдали 2 часа 30 минут в тех же условиях авто выключение в наличии его можно настроить в приложении а водонепроницаемости наушников информация не обнаружил так что я не советую в них прогуливаться под дождем либо только под легким для полноценного использования нужно установить приложение fill plus приложение на английском языке интерфейс приложение не очень приятный все довольно минималистично на главной странице с подключенными наушниками и заряд наушников процентов а также приблизительное время до полного разрядов далее есть вкладка с настройками режимов список с настройками и помимо перечисленного выше ранее есть такие вещи как переключатель между bluetooth режимом и локальным режимом эквалайзер с тремя пресетами бас оригинальные высокие частоты последние это возможность включить выключить aptx кодек в приложении из кодеков к слову на борту еще sbc и стандартно можно обновить прошивку но мне обновление не прилетали и можно еще прогреть наушники далее bluetooth версии 4.1 что еще один просто лютейший фейл даже учитывая то что связь со смартфоном наушники держит стабильно но через две стены уже появлялись фризы через одну стену фризов нет задержкой на ютюбе незаметная а в игры задержка слегка заметная но играть можно без проблем во всяком случае меня задержка не напрягала и при смене кодека задержка лучше не становилось то есть если вы думаете что вас aptx он перейдете на эси и все будет идеально это не так примера вы сейчас увидите на экране микрофоны шумоподавлением си висе отрабатывают вообще не лучшим образом так как даже в помещении имеется перегруз и искошение голоса на улице дела обстоят соответственно приложение можно включить функцию hd войс и к слову именно разговаривать через них собеседником они показали себя не так мрачно но все же не радужно примеры вы сейчас услышите работа беспроводных наушников микрофонов сил канвис про вот так вас будет слышать собеседник если вы будете с ним разговаривать опять же в этих наушниках хорошо или нет всегда решать вам мне они непривычно потому что я пол привык полноразмерным но с другой стороны и такие накладные имеют право на жизнь первый раз таким сталкиваюсь честно интересно смотрим пример микрофонов пил наших любимых накладных моих первых на улице петербург слякоть точнее область и вот так примерно будут ваши микрофоны отрабатывать на вас с такой великолепной картинкой насколько они хороши или плохи решать как всегда вам по мне не самый лучший вариант но и лучшими не назовешь звучание в bluetooth режиме громкость однозначно с запасом мне лично хватало 65 процентов громкости стоковое звучание звучит сбалансировано разумеется есть небольшой уклон на низкие частоты бас глубокий средний баса в наличии высокие имеют приятный небольшой акцент середина отлично проработано детальности звучания достаточно инструментал различим в целом данные наушники подойдут для многих жанров музыки что делает данную модель универсальные мне звучание понравилось даже без применения эквалайзеров но напомню что в стоке есть еще и две стандартные заготовки для более насыщенного баса и отчетливого вокала также вы уже поняли данные наушники можно подключить по кабелю стоковый кабель с переключателем с ios системы на android также есть стандартные кнопки для управления что удобно также плюс за то что при подключении по кабелю режим шумоподавления режим прозрачности и подобные штуки работают звучание по кабелю также отличное что и стоило ожидать разумеется через него все еще лучше минусы из-за расположения микрофона для технологии м и часто случайно задеваешь пальцами его при нажатии на кнопки в режиме прозрачности это сильно бьет по ушам разъем микро юсб это таизм старый bluetooth это атовизм плохие микрофоны слегка жесткое оголовье цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео если промокоды смотрите в моем телеграм канале также по ссылке в прикрепленном комментарии повторяюсь всем кто оставит любой комментарий огромное спасибо вы помогаете проекту напоминаю что скоро sales 29 заходите в телегу почаще там будет много всего интересного не не только на али я думаю наш ритейл тоже что-нибудь сможет нам предложить наконец-то резюмирую сяоми feel canvas про очень спорная модель так как с одной стороны она имеет отличное звучание великолепный функционал просто нереальный какой-то приятные материалы и дизайн с другой не совсем понятное приложение старый bluetooth задержку в играх и наличие микро юсб у меня лично двоякое ощущение от тестирования данных ушей подписывайтесь на канал с колоколом ставьте лайк за труды девайсу к сожалению нет но если вы фанат наверное для вас до добра и удачи вам дорогие друзья